Южи! Шаром! По меньшей мере, каждый третий японский самурай мог быть женщиной, утверждают историки. Воины были модными, стильными и образованными, и всегда при деле. В охрану дам-воительниц, и тогда брали с удовольствием. Сейчас с помощью самурайских техник, женщин учат беречь нервы и не лить слезы. Ольга Витокевич посмотрела, как это работает в Петропавловске. Я китаец наполовину, то есть у меня отец китаец, мама русская, родился в Казахстане. Так что этнический казах. Этнический казах Василий – дворянин из китайской императорской династии Мин. Так он рассказывает о себе. На путь меча Кендо житель Петропавловска ступил 6 лет назад. С тех пор серьез увлекся японским боевым пехтованием. На самом деле Кендо – это путь меча. Путь меча – это путь от руды через плавку, через ковку, через шлифовку к произведению искусства. Чтобы получился вот такой замечательный меч, я думаю, что и дерево, и металл должны пройти большой путь. А за мечом путь повторяет воин. За Василием пошли его жена Северина и дочи Есения и Китана. Выучили японские боевые команды, научились носить доспехи и кричать громче, чем в большом теннисе. Супруги Джан скоро отметят 20-летие совместной жизни. Глава семейства теперь единогласный сенсей или учитель. А младшей китане даже имя досталось боевое с ним и характер. Совсем не девичий. Мне мое имя нравится, оно мне подходит, потому что я правда воинственная, сильная. Я соответствую своему имени именно по характеру. Я еще не стою в поединках, я не одеваю бугу, это наше снаряжение, но я уже хорошо владею. Искусство одного удара ей еще, конечно, учиться и учиться. Но путь меча он такой. В Кинду 10 данных, но на земле нет ни одного человека, у которого есть самый последний. Собственно, современные женщины к регалиям особо не стремятся. Гибкость, стройность, молодость и никаких слез. Это уже победа. Ольга Ведукевич, Дмитрий Ройс, 7 News, Петропавловск.